Нужна консультация, потому что, честно говоря, я не знаю, как у нас учатся. Это проблема очень серьезная. Я живу в доме двухэтажном, в квартирном, который относится к СКОС-Академии. То есть стоит у них на балансе и, в том числе, котельная, которая отапливается в СКОС-Академию. Все предыдущие годы отапливают на жду. Учитывая, что сейчас начался этот пятный сезон, я вчера звонил писаренко Василию Николаевичу, это проректор по хозяйственной части, на предмет того, что органы собирались включать отопление. На что он сказал, что отопления в этом округе вообще включать не будут, потому что у них нет на этого качества. Есть такая уже неприятная информация. Соседи отключили, что вчера уже отрезали трубы, которые должны быть коммуникацией, которые должны идти к нашему округу. Понятно, что у меня трое детей, все прописаны в этой квартире. Ну, кроме того, еще там чилицо достаточно, около 15 еще квартир есть. Автономное отопление буквально в двух-трех квартирах. То есть там есть и пенсионеры глубокие, есть люди с маленькими детьми. То понятно, что мы эту тему будем везде бороться за то, что мы каким-то образом это утопили и так далее. То есть даже ни в коей мере не предупредили за вами уже такие планы? Значит, тут есть такой нюанс. Значит, у нас заключены договора. Я подпись договора взял с собой, заключены договора с Евроскадемией, но именно на предмет это предмет. В прошлом году появились просто, как сказать, объявления на стенах, без каких-то там контактов, без реквизитов, подписано просто администрацией о том, что отопить они не смогут. Но учитывая то, что у нас правовая страна, правовая государство, и регистрация, то я думаю, что такие объявления нужно делать не на стенах, конечно, там не на забавах писать, а писать какие-то официальные письма, расставлять договора тогда, потому что все это... Я нахожусь на Сковороде 12, историческое здание, видим, да. Вот по этому дому, по отоплению в этом доме сегодня было обращение к городским властям, в частности, к Виталию Юрьевичу Никипелову. Проблема в том, что дом стоит на балансе в СГА Академии, и отопление на данный момент отключено. Сейчас я вам покажу объявление, которое здесь висит. В прошлом году оно прошлогоднее, этого года. Всем настоятельно рекомендуется сделать автономное отопление, но мы отлично понимаем, что это больших денег стоит, и не все могут себе это позволить. Ну, сейчас вот посмотрите. 1902 года здание. Вот эти объявления. Это 2016 года. Это прошлогоднее. Это опять же продублировано, по-видимому. Администрация Академии приняла решение дом не отапливать. Старинный дом. Отлично понимаем, что здесь много людей живет. Не очень несостоятельные люди. Ну, есть, конечно, и такие, кто могут позволить, а есть такие, кто не могут. Ну, вот такая проблема. Будем обращаться. Жильцы уже начали обращаться. Я попытаюсь еще обратиться к городскому депутату территориальному. Это Александр Глазов. В соцсетях подтяну его к моему этому видео, а там будет видно, что дальше будет происходить. Но надо решать срочно, потому что уже зарморозки пошли. Мы сами видим.